Сахалин. Остров на краю России с населением чуть более 450 тысяч человек, почти половина которых живет в Южно-Сахалинске. Последнее громкое событие, когда тема Сахалинской области нисходила с первых полос СМИ, это арест губернатора Хорошавина и его несметное богатство вместе с той самой ручкой за миллион евро. Что поменялось в области с приходом нового губернатора и его команды? Попробуем понять это на примере города Корсаков, что в 35 километрах от Южно-Сахалинска и конфликта вокруг торгового центра «Мини-Маркет» в центре города. Вся абсурдность в ситуации состоит в том, что администрация в рамках реконструкции центральной площади сама попросила предпринимателя Ирину Иванову построить торговый комплекс на месте Старого и, по словам администрации, портящего вид главной площади здания. Были получены все необходимые разрешения, поставлены все подписи и за пять месяцев вырос двухэтажный комплекс. То есть Ирина Иванова по просьбе администрации города за свой счет с соблюдением всех законов построила торговый центр. В начале 2000-х годов я купила магазин у предпринимателя Драчева. Работала, никаких проблем не было. Но где-то в 2012 году ко мне обратилась администрация и сказала, мы реконструируем площадь. Будем строить там брусчатку красивую, фонтан. И ваш магазин не соответствует нашим требованиям. Будьте любезны, его возведите новый, согласно нашему вот красивому двору. Я прошла все инстанции, сделала проект, сделала со всеми согласование, получила разрешение на строительство. И за пять-шесть месяцев я возвела новый торговый центр. Когда я пришла в администрацию получать заявление, получать ввод в эксплуатацию, мне сказали, вы извините, но три жительницы города подали иск на администрацию, что они не согласны с новым торговым центром. И выиграли суд. Я говорю, какой суд? Они говорят, суд, в котором мы незаконно дали вам разрешение на строительство. Я говорю, что же мне делать-то? Вот разрешение на строительство у меня есть, законное. Вот здание, которое уже стоит. Мы не можем вам дать ввод в эксплуатацию. И тут начались мои все неприятности. Но эту постройку нельзя признать незаконной и нельзя считать самовольной, поскольку вся процедура получения разрешительной документации была предпринимателям соблюдена. Причины, по которым допущены нарушения закона при формировании земельного участка, не являются виновными действиями предпринимателя. Странные вещи стали происходить на этапе строительства. Местные жители Елена Купацева и Маргарита Давыдова захотели компенсации за неудобство стройки рядом с их домом, в противном случае намекая на связи с городскими депутатами-коммунистами и их возможностями. Не получив желаемого, при поддержке все тех же депутатов от КПРФ соседки добились судебного решения о сносе здания торгового комплекса. При этом, напомним, все документы, разрешения и подписи были на месте, земельный участок под зданием состоит на кадастровом учете и оформлен по закону как площадь под торговую недвижимость. Однако возможности депутатов оказались сильнее закона. Соседки радуются победе и ждут сноса здания. Каковы последствия этого сноса? Они абсолютно предсказуемы. Во-первых, люди потеряют работу, с которой в городе и так проблемы, а окрестные жители – удобное место для покупок. Мы не против, мы не против. Магазин в центре стоит, хорошо, даже удобно. Почему? Пользоваться, ну, и хорошо допоздна работают люди. Магазин закрывается. И оно открывается. Да. Людям удобно очень. Во-первых, вот магазин открывается с 7 утра, люди бегут на работу. Это большая проходимость. В обед. Все в магазин ждете сколько? Все идут через магазин, обедают и вечером, также после работы бегут все через магазин. Это очень удобно. Кому это не нравится, понять невозможно. Мне жалко. Мне честно жалко. Конечно, люди затратили столько денег во-первых. Я не знаю. Мне как бы жалко. Если я поставить себя на место, вот тех, кто построил. У нас в Корсакове с площадью очень тяжело найти площадь торговую. Построили очень красивое здание. Всем уютно, хорошо. Это живой, единый организм. Предприниматели работают. Мы очень долго стремились к тому, чтобы наших покупателей направить именно к нам. Разрабатывали тоже всевозможные программы, скидки, акции. Рекламировали свое место. Это тоже большие затраты. У меня оформлено два продавца. То есть я плачу налоги. Я не знаю, куда мне идти. Я не могу себе найти место. Если, допустим, снесут торговый центр, куда я пойду? У нас просто в городе нет мест, куда можно, допустим, пойти на аренду. Поэтому настроение у всех очень упадническое. Поэтому все держатся за это место. Никто никуда не съезжает до последнего. Все ждут положительного решения, что все будет хорошо. Но представьте, что творится внутри. Внутри, конечно, переживания, потому что это каждый день. Каждый день как на пороховой бочке. То эти действия абсолютно не соответствуют интересам самого города в первую очередь. Тем более наш доверитель является субъектом малого бизнеса. И поддержка малого бизнеса со стороны органов власти – это в настоящее время общегосударственная тенденция, о которой везде идет речь. Во-вторых, городской бюджет потеряет как минимум 70 миллионов рублей, которые пригодились бы для решения общегородских проблем. Отдельного рассмотрения заслуживает позиция администрации города и нового мэра Корсакова – Тимура Владимировича Магинского. По мнению юристов, в его силах и полномочий разрешить конфликт вокруг спорного здания, не допуская потерю горожанами рабочих мест и ущерб для бюджета. Органам местного самоправления занята самая простая позиция, что отнюдь не соответствует интересам самого муниципального образования. То есть мы ведем речь об объекте капитального строительства, бытового назначения, который обеспечивает и является частью бытовой инфраструктуры города. То есть деятельность предпринимателя на этом объекте обеспечивает рабочие места, предоставляет торговые площади. Мы не говорим о каком-то вредном производстве, которое находится близ жилых домов, либо о автомастерской, которая загрязняет экологическую ситуацию. Мы говорим о бытовом объекте, который способен предоставлять людям только пользу, находясь на том месте, где он находится. И в настоящее время закрыть глаза на это и просто снести объект капитального строительства, бытовой инфраструктуры, ну это совсем не отвечает тем критериям, которые должны преследоваться органами власти. Но мэр по каким-то причинам не хочет действовать, ссылаясь на решение суда. В свое время мэром Магинским были поставлены определенные условия, которые владелец торгового комплекса Ирина Иванова выполнила. Она собрала множество подписей местных жителей за сохранение здания торгового центра, за свой счет сделала проекты планировки и межевания территории. Когда я сделала проект планировки, были публичные слушания. На этих слушаниях 2-3 жильца предложили сделать детскую площадку или чтобы земля отошла их домам. Это было рекомендательный характер. И на сегодняшний день господин Магинский не подписывает мне план планировки и межевания вот этого квартала. Хотя земля находится муниципальная, и нужна только его подпись, что он согласен, что он дает согласие на этот план планировки. Самостоятельно подготовить проект ситуационного плана межевания и направить его в орган местного самоуправления. То есть граждане сами не лишены такого права и оно предоставлено им законом. Что в данном случае было и сделано нашим доверителям? Был подготовлен план с учетом результатов публичных слушаний. Этот план был направлен в администрацию, но неоднократно, подчеркиваю, неоднократно, план этот по формальным причинам был отклонен и не принят органам местного самоуправления. Я просила жителей близлежащих домов и получила более две трети голосов, которые согласны, чтобы стоял магазин. Более две трети голосов я собрала. Магинский Тимур Владимирович сказал, что это липовые ваши подписи. И также он сказал мне глаза в глаза, что я жадная. Как жадная, спросила я. Почему жадная? Потому что я навел справки про вас. У вас много чего есть. Вы жадная. Подписание градоначальником мэром Тимуром Владимировичем проектных документов. Казалось бы, должно было узаконить объект и предотвратить его снос. Более того, мэр на личном приеме обещал помочь предпринимательнице Ирине Ивановой сохранить здание, что слышно на аудиозаписи. Ну, завели вас в тупик, самая же администрация. Я это понимаю. Вы понимаете, да? Попал на ровном месте. Ну, там тоже, честно говоря, пожадничали немножко. Кто? Ну, да. А, подождите, даже за кадр стало. А где пожадничали, в каком месте? Да, в Баткбург. Да, знаете, я в Касаке произошел. Мне много чего хотят помочь, чтобы я помог. Я сказал, что я нигде не выучу в глазики. А вот вам решил помочь. Да, ну, музин, конечно, перелубить его очень тяжело. Перелубить. Никто не заинтересован, что у вас снесли ваш нарез. Он обещал помочь и решить мою проблему. Он сказал мне, что у него есть большие возможности с прокуратурой. Потом с прокуратурой у него есть возможности. Есть возможности также с приставом федеральным, Буткиным Сергеем. Также у него есть возможности вынести любое решение в суде. На аудиозаписи слышно, как голос, похожий на голос мэра Корсакова, говорит о том, что отослал сообщение председателю суда. По-видимому, о том, чтобы суд принял сторону Ирины Ивановой. Я сейчас хочу попросить, чтобы передали другу. Так она выходит в отпуск. И я приду, я хочу попросить судью, чтобы приняли решение. А кто сейчас начнут защищать меня, скажут? Да, конечно. Они же так, может, я скажу, не надо это решение. Так, Тимур Владимирович, тогда если у нас такой откровенный разговор, они взяли ее попросить, чтобы... Ну, готов ее попросить. Да, ее попросить, чтобы седьмого. Я не знаю ее попросить, может, она вот с этой... Ой, она такая тяжелая, хочу вам сказать, вы знаете. Я просто скажу, что мне надо. Ну, тогда все, тогда она вообще седьмого может принять. А с меня протоколом с вами. Завтра у нас уже идет суд, да, будет? Там все четко, председатель довел до нее или не довел? Вот он... Довел ли он дело до конца-то? В сколько завтра? В 16.30. Как заседание завтра? Либо заседание, либо слушание. Я не знаю, как что у них. Заседание, скажите. По вопросу, какой-то? Ну, наш межевой план. Проект планировки и межевания. Законность и отказ, да? Угу. Голоса собраны, больше будет третье. Все правильно. Председатель. Да. Он говорит, он при мне звонил председателю суда. И встречался с ним. И сказал, что... Лично мне он сказал, что... Сейчас меняем судью. Если она будет не согласна, будет артачиться, то мы меняем. Ждите СМС-ку. Однако в интервью Тимур Владимирович сказал, что не обещал как-либо влиять на суд. На суд влиять невозможно. Просто невозможно. Это априори. Невозможно. Невозможно. Ну, понятно, это независимо. Да. Мы живем в правовом государстве, отдельная власть, которая абсолютно... Более того, все решения суда и я обязан исполнять. На той же пленке слышно, как голос, похожий на голос Тимура Владимировича, признает, что отказал в подписании проекта планировки незаконно. Самое интересное, что, судя по аудиозаписи, голос, похожий на голос мэра Корсакова, обещает владелец торгового центра Ирине Ивановой подписать. Напомним, составленный по просьбе самой администрации проект планировки и проект межевания территории, даже если суд будет проигран. А мне не дала администрация. Если вы суд проиграете, я вам все равно подпишу. Постанавливаю, заново подойдет, подойдет. Может, на руках будет носить. Я серьезно говорю. Если даже суд проиграет, я суди поменяю. Да. Единственное, что я пообещал, это действительно разобраться в этой ситуации. Я человек здесь новый. Я попробовал погрузиться в этот вопрос, найти какое-то решение законное. Ну и, ну, кроме того, как вот, так как решение суда не обойти, и более того, чтобы решение суда, решение суда может отменить только суд. Только суд. И Верховный суд. Только по вновь отключиться обстоятельствам. Других, других просто возможностей нет. Но что-то или кто-то помешал выполнению обещаний мэра. Вроде бы администрации мэр города должны быть заинтересованы в том, чтобы люди не потеряли рабочие места и бюджет города не пострадал. На деле выходит наоборот. Я вот встретилась с мэром и говорю, я что-то не поняла. Говорю, вы идете навстречу, мне дают, вроде там землю предлагают, вроде там что-то какие-то... Ну, это решается, это не сразу. Ну, ладно, хоть что-то вроде хотят дать, да? Я спокойно жду. Приходит письмо с приставов. Я говорю, а это что? Не обращайте внимания. Как мне обращать внимания? Так же на суд они говорили. Я говорю, а как же суд, который идет? Вы не обращайте на него внимания. Суд сам по себе уйдет никуда, когда мы решим с вами мирно договоримся. Я говорю, ну ладно, хорошо. Ну вот, суд шел тоже вроде судья так навстречу. А зачем вам... У нее сразу первый вопрос был, зачем вы ей дали на три года аренду? Тоже ничего не могут сказать. Но все равно суд закончился в их сторону, в пользу их. Потому что 80% таких судов, мне сказал сам представитель по защите прав предпринимателей, Татьяна Борисовна, что 80% таких судов проигрышные. Таких это каких? Ну, имеется в виду с администрацией. А, против администрации? По словам Ирины Ивановой, Тимур Магинский предложил ей весь второй этаж ее торгового комплекса отдать в аренду людям, связанным с мэром, по заниженной цене. Может быть, отсутствие согласия предпринимательницы на это предложение и стало причиной отсутствия подписи мэра Тимура Магинского под проектом строительной планировки здания. Столя хорошая, проект реализован, человек делал, хочет работать. Живет красака, ездит пью, сейчас хочет работать здесь. Я ищу с двумя руками. Ну, мы ему там, конечно, маленький цилик-то длительный. Очень надо. А мы ему субсидируем. Хорошо. Договорились. Может, точно тогда вас с детьми-то не снесет? Я так. Я надеюсь, он не всю площадь займет. Нет. Второй этаж там, 8 склада. Люди пришли, мы работали в этот момент, махали руками, громко разговаривали, распределяли себе площадь. То есть было понятно, что вот люди распределяют себе площадь. Показывали руками на один бутик, обсуждали его, на другой говорили, что здесь у нас будет складское помещение, на третий отдел показывали, да, тоже обсуждали, что здесь у них именно. То есть было видно, что на данный момент там и покупатели были, и продавцы, то есть это открытые были отделы, рабочие открытые отделы. И это было странно. То есть почему мы обсудили это все, почему мы заметили именно этот момент? Потому что мы находились в рабочем процессе. И было очень странно, что люди пришли и распределяют себе места именно в тот момент, когда мы работаем. Мы не собирались съезжать, у нас не были закрыты двери. То есть мы работали, это был рабочий процесс, а люди распределяли себе места. Это показалось очень странным. Поэтому мы это обсудили. Те, так скажем, активисты, через которых продвигаются чьи-то интересы, в качестве довода используют намерение строительства там, детской площадки. Но если взять географическое расположение этого участка, будет понятно, что строительство детской площадки при наличии более удобных мест на территории этих домов нецелесообразно. Из этого прослеживается тот интерес, чей-то интерес просто на смену собственника этого участка. Ко мне подходила предпринимательница Тен Фасун, у которой есть свои точки в городе Корсакове, и сказала мне, что родственник ее, Тен Юра, очень хорошо знаком со всеми административными работниками и может решить эту проблему. Давай договоримся, мы тебе какую-то определенную сумму денег, а он решит эту проблему и заберет этот объект себе. На что я ответила, я снесу этот магазин, но проблему свою я продавать не буду. Он вхож, этот Юра Тен, он вхож в администрацию, потому что я к нему обратилась, если у вас есть такое знакомство, ну помогите мне, спросите у них, как законно выйти с этой ситуацией. Если вы подвергаетесь рейдерскому захвату, если вы столкнулись с беспределом в суде, если вы испытываете незаконное уголовное преследование, если вы встретились с произволом чиновников, если вам есть что рассказать, звоните в редакцию. На что они ответили мне, ты продай свою проблему, а мы решим все с администрацией сами. Но кто тогда главный выгодоприобретатель от сноса торгового центра? Это точно не жители города. А инициаторы иска о сносе Елена Купатцева и Маргарита Давыдова напрочь отказываются идти на контакт. И администрация внятных планов в отношении здания торгового центра либо альтернативы ему пока не имеет. Во всяком случае, так говорит мэр. Да они даже сейчас мне и концепцию-то дать такую прям не могут, правильную, как они хотят видеть, чтобы двор выглядел. То есть у меня даже там нормального конструктивного разговора не получается, к сожалению. Говорить о том, что это здание нарушает права на земельные участки каких-то иных лиц, в данный момент нельзя, потому что у этих самых иных лиц земельные участки в отсутствии этой же схемы не сформированы. Понятно, что город и его жители не заинтересованы в сносе здания, но по факту в торговом центре уже отключили свет и воду, съезжают арендаторы, люди теряют работу. Сопротивляться никто не хочет, а может, все уже решено и поделено? И доверять сегодня словам Тимура Владимировича можно так же, как и его прежним обещаниям, помочь с сохранением торгового комплекса. Как вообще живет малый бизнес в Корсакове? А как относятся? Предприниматели просто выжимают, как могут, наша власть. Они все делают для того, чтобы бизнес просто не работал. Такие все были по ТВ фишки. Не мешать малому предпринимательству, все проверки там не трогать и так далее. Мы, не проработав месяц, я нахожусь на кухне, я непосредственно сам готовлю, шеф-повар, ну и людям показываю, как это делать. Вообще стараюсь для людей в этом плане. Поворачиваю, сзади стоит человек, представитель санэпиденстанции, а мы к вам, говорит, с проверкой. Я говорю, а почему вы меня не предупредили? Разве не, ну там, за несколько дней? Я говорю, хотя бы такая, плановая, не в плановая. Мы, я говорю, только открылись. Мы даже по большому счету, еще и оборудование толком даже не наладили, не поставили, вы уже пришли с проверкой. То есть для меня уже звоночек. А что будет завтра? А что будет послезавтра? Ну, соответственно, мы сделали некоторые вещи для того, чтобы, ну, как бы, санэпиденстанция к нам достаточно лояльно отнеслась, но у меня, скажем, все равно вопрос-то остался. А для чего вы приходили? Я уже 20 лет занимаюсь предпринимательством, да. На этом месте? На этом месте. Ну, после того, как остальную часть вот этой территории выкупил депутат Дорошенко. Вот эта стройка его? Вот, да, здесь это как ООО «Корсар». Он у них, основатель, получается, жены депутатов Латыпова, Латыпова Алиса и Дорошенко, ну, у нее фамилия другая, Богатырева. Это чтобы они на себя не оформлялись? Ну, конечно. Понимаете как? И все, и после все началось. У меня такое сложилось впечатление, знаете, что вся власть у нас работает на одного какого-то, у нас в данном, вот, именно данный момент в городе Корсака ведь точно работает на одного депутата. Вот, стройка. Латыпов, вы знаете, кто это? Латыпов. Это тоже бывший депутат, который живет в Англии. И оттуда руководит этой стройкой. Я так. Да, на Комсомольском он строится, на Нагорном он строится. Да, он в нескольких местах у нас осуществляет деятельность. Да, он очень давно уже работает. Ломать не строить. Проще отстраниться от проблемы, чем решить ее. К сожалению, мэра в Корсакове выбирает депутаты. А значит, о людях можно и не думать. Потому и выходит, что гражданам с их проблемами на администрацию надеяться не стоит. Дороги просто ужасные, просто безобразные. Фонарей половина нет здесь. Автобуса нет. Дети, нормальные дети не могут, потому что приходится на такси, да, чтобы дети добирались, да, как-то. Он, Магинский, обещал нам публично, через передачу, передача была в 2017 году, вышла передача, что в ближайшее время запустят сюда автобус, сделают частично, частично, но сделают освещение. До сих пор ничего нет. Да, помощь нужна. А помощь от кого нужна? От определенных людей. Но не, наверное, те люди, которые могли бы помочь и обратить внимание на людей, которые реально имеют желание что-то сделать для города, создать реально какие-то дополнительные рабочие места, которые для многих людей реально необходимы. Разный слой населения есть, на который на некоторые слои вообще не обращают внимания. А что с мини-маркетом? Уже назначено число сноса здания. Чьи интересы отстаивает администрация города во главе с мэром, пока непонятно. Но не исключено, что скоро на месте разрушенного здания появится что-то другое. И всех, кого надо, это устроит. А в проигрыше, как всегда, останутся простые жители города. На сегодняшний день составлена смета на снос магазина на 5 миллионов с половиной рублей. Я составила смету на 3 миллиона рублей. Куда пойдут эти оставшиеся деньги? Можно только предположить. У нас в районе, где-то в ноябре месяце 2017 года, должна была быть встреча. То бишь, мэр обещал Магинске, что приедет навстречу. Люди его ждали, все собрались. Он не явился. Не знаю, по каким причинам. Было пояснено так, что он очень-очень занят. Его срочно вызвали, поэтому он с местными жителями не может встретиться. Редакция портала «Момент истины» продолжает следить за ситуацией. Возможно, скоро мы узнаем, кто стоит за спиной городской власти и кто в Корсакове настоящий хозяин. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова